Всем привет, ребята! Как у вас дела? У нас дела просто отлично. Правда, я сегодня опять не выспалась. В общем, мы, когда приехали, получается, из Ростова-на-Дону, приехали где-то полтретьего ночи и легли спать. Я проснулась, точнее, встала с кровати только на следующий день в 3 часа дня, потому что я ужасно устала. Ну, естественно, я просыпалась, но просто я лежала в кровати. Вот. И поэтому был такой день расслабленный. Отдохнули мы. И сегодня мы собираемся идти на фильм BTS. Да, сегодня, получается, у нас 26-е. На 2 часа у нас дня. Перед этим мне нужно заехать в банк по делам. Вот мы сейчас с Держим как раз-таки поедем, сделаем все, а потом уже поедем на фильм. Я надеюсь, что мы успеем. Как обычно, ничего я не успеваю, потому что нужно было то сделать, это сделать за дни моего отсутствия. Накопилось очень много дел, но ничего страшного. Но у нас сегодня будет такой очень насыщенный день. Кстати, сейчас открыла свой инстаграм, и мне в директе многие написали о том, что не забудьте завтра BTS, не забудьте сегодня BTS фильм, потому что многие помнят, что ну, как бы я должна была пойти, но я могла забыть. Вот, спасибо всем, кто напомнил мне, а также спасибо всем, кто мне вообще сказал, что начался старт продаж билетов. Это было еще месяц назад. потому что, ну, я думала, ну, я еще успею билет взять. Ага, как только начался старт, все, там уже и билетов-то особо-то и не было. Пришлось выбирать из того, что осталось. Вот, но спасибо моим подписчикам, которые написали мне о том, что можно вот прямо сейчас вот здесь, вот здесь, вот здесь вот заказать, купить. Прямо вот ссылочку мне скинули, чтобы я время не теряла и сразу вот заказала билеты. Это было потому, что настолько все быстро происходило, настолько быстро билеты раз упали. Вот, спасибо за вашу внимательность. Ребята, мы уже с Викой. Короче, у нас здесь вот это полный трэш, коллапс. Вика только что упала, потому что под снегом лед, а на улицах просто аварии за аварией. И еще мы вышли не с того выхода метро, потому что вообще непонятно, с какого выхода нужно. От обиды, что она упала. Из лица-то, по сути, не на кого. А еще перед этим она прочитала, что 9 тысяч машин чистят снег. Я говорю, где все эти машины, которые не почистили снег? У меня она упала. И мы, к тому же, сели, короче, в то направление и еще одну станцию прошляпили. И сейчас уже два часа. Уже начался, по-моему, сеанс. А мы еще даже не нашли. Мы просто в этом торговом центре первый раз. Мы не знаем, куда идти вообще, что, где находится. Это третий третий? Не знаю. Это третий третий. Мы уже пришли, опоздали на минут пять, наверное. Но ничего страшного. Купили уже попкорн, кока-колу. И это вообще просто супер. Смотреть на большом экране у нас здесь. Не знаю. Совсем другие эмоции, впечатления. Это поймут только те, кому нравится кей-коп. Последние эмоции, будут стараться. Но я unwед코 не сейчас разбил нич presidente без утру. М Клакова. Продолжение следует... 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 Как многие считают, типа, как гей оделся и пошел успех тебе обеспечить. Нет, это все так просто. Да, это не все так просто. И я просто поражена масштабами, знаете, масштабами бедствия, это даже можно так назвать. Так что, девчонки, все, кто писал мне в Инстаграм, тоже всем большое спасибо. Потому что если бы мне мои подписчицы не сказали бы о том, что начался старт продаж билетов, то мы бы вообще профукали, представляете? А он идет только один день. Да. Только сегодня. Фильм только сегодня. Так что, если будут в будущем какие-то концерты или же какие-то интересные мероприятия, обязательно пишите. Обязательно нам во все трубы трубите. Хотя нам и так всегда пишут, вот за что большое спасибо, да. И сейчас мы, наверное, пойдем уже потихонечку, ну, домой. Сначала прогуляемся и здесь посмотрим. Может, здесь есть какие-нибудь интересные магазины. Вот, а потом уже поедем домой, потому что Серж сам мне приготовил сюрприз. Когда смотрю на свои волосы вот так, их стричь совсем не хочется. Но когда они мне надоедают, их хочется состричь вот досюда. А так мне очень даже нравятся мои волосы. Вика в восторге. То есть, в итоге, что я хочу сказать? Что каждый для себя какие-то, ну, моменты выделяет, и это ему нравится. И меня поражает просто вот это самое упорство. Вы понимаете, просто не так-то легко выйти на мировой уровень. Тем более в корейской группе. Каких-то там, я не знаю, 10-15 лет назад вообще никто не знал. И даже во внимание не брал. А сейчас уже видите, как все быстро развивается. И это удивляет. Вот это на самом деле, да, поражает и вдохновляет. Да, мы сейчас ходим по торговому центру, но уже, наверное, поедем домой. Тебе что-нибудь нужно? Нет. Ну, тогда поехали. Надела шапочку, и меня всегда беспокоят вот эти волосы, которые на улице. А их внутрь я спрятать не могу, потому что они на чай у меня спутаются. Вот и хожу так. Мы уже приехали домой, и вот какие сюрпризы меня дома ждали. Серж мне подарил мышку Magic Mouse в черном цвете. Вы представляете, к моему новенькому макбуку. Я сначала думала, ну, нафиг переплачивать 2000 за цвет, потому что я такой человек, экономист, что мне все равно, какого цвета будет мышка. И я говорю, ну, пусть будет она белая. А Серж говорит, нет, у тебя, говорит, по цвету подходит черная. И все-таки подарил мне черную. И еще вдобавок купил мне флешку новую. На 64 гига. Потому что, когда я поеду в Корею, мне нужна будет флешка дополнительная, потому что там будет очень много контента. И, соответственно, снимать это все нужно будет тоже. Самое интересное здесь, а гарантийный срок 10 лет. 10 лет? Вот вы представляете, здесь 10 лет гарантия. А я не знала, мои флешки живут там по полтора года. И я их просто выбрасывала. А теперь я буду знать, и в случае чего, пожалуйста, давайте новые мне. Или они будут чинить? Или что они будут делать? Ну, заменят. А я такая дура, все выкидывала. Вот. И Серж, короче, мне подарил мышку черного цвета. А теперь что, посмотрим, что внутри. Да, давай посмотрим. Вы, как вы помните, у меня есть iMac, и там тоже есть мышка. Я, в принципе, ею могла бы пользоваться. Но я не хочу, чтобы у меня, получается, iMac стоял без дела, если я забрала оттуда мышку. Давай. А без мышки я не могу работать ни на фотошопе, ни на монтажной программе. Она, знаешь, она как машина, блин, черного цвета. Такой прям вот глубокий черный цвет. Очень-очень красивая и мягкая, и легкая. Ой, слушай, он по цвету реально подходит, да? Я-то думала, что не очень будет. Ну, как бы комплект. Я думала, разницы нет, что белая мышка будет к моему MacBook, что черная, а черная нет. Черная хорошо вот прям смотрится в наборе. Мне нравится. Смотри, что дальше есть. Что там? Я никогда не видела просто, как мышки отдельно продаются. И проводочек для зарядки черного цвета. Это только вот у мышек, да, черного цвета, а остальные у Apple все белые провода, да? Угу. Лайтинг, да? Ага. И заряд она держит, короче говоря, месяц, а заряжать ее там два часа всего лишь. Вот. И все, батареек здесь уже нет, потому что это уже другие мышки совсем. С аккумулятором. Да. С встроенным, да? Да, стандартная эта зарядка. А, ну и хорошо. Теперь я буду пользоваться и MacBook'ом, и iMac'ом могу пользоваться одновременно. Вот, спасибо тебе, Сиш, за подарочки. А то я же до этого просто, помните, я думала, нужна мне мышка или не нужна. Потом, когда я решила, что нужна, я подумала, ну пусть будет белая. Белая стоит просто 6 тысяч, а вот эта стоит 8. Я думала, нафиг за 2 тысячи переплачивать. Просто за цвет. Все, теперь у меня вот такой вот наборчик есть. Ну и флешка, конечно же, мне всегда нужна. Я уже просто поняла, что с Алиэкспресс лучше не заказывать флешки. Я там заказала за полторы тысячи или за сколько там. И она пошла в нерабочем состоянии. Получается, чуть-чуть бы ты платила, уже нормальную бы у нас в магазине взяла бы. В общем, я сейчас буду сидеть за компьютером и пробовать уже монтировать с новой мышкой. И попробую, наверное, поснимать потом завтра или послезавтра на новую флешку, чтобы ее протестить, чтобы не получилось, как с флешкой с Алиэкспресс. Может быть, это тоже какая-нибудь там будет неисправная. Мало ли что. Нужно сразу все подготовить и уже, ну как бы, снимать видео, чтобы было безопасно для материала, для контента. Вот на этом я уже буду заканчивать, пожалуй, этот влог. Обязательно смотрите предыдущие влоги, если вы их пропустили. И ставьте лайк под этим влогом, если он вам понравился. А в следующем влоге я отвечу на некоторые ваши вопросы по поводу нашей встречи в Ростове-на-Дону. Потому что там было очень много вопросов, которые, наверное, должны иметь свой ответ. Так что увидимся с вами уже в следующем влоге. Всем удачи, всем пока!